сижу я значит в одной социальной сети и вижу фото подруги со своим избранником ниже подпись где девушка благодарит судьбу за такого потрясающего мужчину признается ему в любви не может поверить что именно и повезло стать счастливой обладательницы такого подарка далее смайлики с поцелуями и сердечками тут я задумалась что мне тоже хотелось бы похвастаться супругом но совершенно нет желания этого делать а все потому что он не заслуживает если уж говорить правду то пришлось бы писать текст типа за что как я могла так вляпаться чем заслужило такое счастье за какие грехи еще куча вопросов вселенной на тему несправедливости да мой муж неисправимый лентяй ему хочется лишь полеживать на диване пялись свой телефон и смотреть глупые короткие видео на тему политики криминала и рыбалки поднимает пятую точку мой павлик только в тех случаях когда нужно набить живот чем-нибудь калорийным или посетить туалет говорить о помощи мне не приходится ваша убежден что уборка готовка стирка глажка сугубо женское дело а вот если что-то вдруг ломается в доме то это уже по его части только часто ли возникают такие поломки раз в пятилетку однажды мы были в гостях у родного брата павла наблюдать за ним и его женой одно удовольствие у людей в семье все просто шикарно во время чаепития игорь шустро взял все в свои руки приготовил чай нарезал пирог а потом по хозяйски разложил куски по тарелочкам в конце вечера он вымыл всю посуду и сел рядом с супругой приобняв ее плечо меня даже поташнивать стало от этой идиллии слишком уж все хорошо через неделю они пожаловали к нам с ответным визитом мне хотелось не упасть в грязь лицом и продемонстрировать наши идеальные семейные отношения только вот паша оказался совсем не таким как его братец ему вообще было как-то по барабану что у нас гости мой муженек продолжал лежать в позе барина не отрываясь от гаджета я позвала его помочь но видимо не царское это дело помогать женщине на кухне павел молча проигнорировал меня я решила не устраивать концерт но внутри все кипело ох какая я была тогда злая проводив наших визитеров высказала мужу все что накопилось на душе он тоже не смолчал и стал обвинять меня во всех смертных грехах называл меня истеричкой утверждал что я вечно цепляясь к нему при этом так выкатывал глазища что еще немного и зрачки полопались бы мой благоверный настоящий амеба не имеет амбиций цели и желаний он всего лишь плывет по течению я даже не понимаю как мы сошлись то ли он после свадьбы стал таким пассивным то ли я не разглядела что он за человек своих раздумьях о будущем я представляла рядом с собой другого легкого на подъем с хорошим чувством юмора и самоиронии а мы ему бы только дома посидеть шутки про себя он вовсе не любит огрызается если я предлагаю съездить в парк или в гости к друзьям паша находит оправдание чтобы остаться дома то пробки его напрягают то голова болит то он переел муж одной моей подруги заставляет ее совместно учить английский язык еще одна знакомая вместе с супругом занимаются спортом бегают по вечерам и посещает тренажерный зал а я со своим муженьком скоро начну деградировать ничего не хочет этот лежебока как-то на свадьбе у родственников я среди гостей заприметила супругом они все торжество веселились смеялись над шутками друг друга и зажигали на танцполе сразу видно у них прекрасные взаимоотношения и настоящие чувства а павел меня ни разу не пригласил на медленный танец он если и поднимал пятую точку то чтобы посетить туалет или выкурить очередную сигарету я не знаю как расшатать своего мужичка как превратить его в более подвижное существо как встряхнуть его но уж очень хочется чтобы рядом был тот с кем ты паришь и дышишь в унисон с кем хоть на край света махнешь друзья если вам понравилось наше видео то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал напишите комментарий поделитесь этим видео со своими близкими и друзьями в социальных сетях большое вам спасибо всего доброго